Товарищи, приветствую уважаемое собрание, меня зовут Шилов Дмитрий Юрьевич, Идеологическая комиссия, Центрального комитета Рабочей партии России и Рабочие из Деньграда. За отчетный период наша партия оказала себя как сплоченная организация, борющаяся в соответствии с планом, годовым планом, отчетным планом, в соответствии с программой, в которой записано, что нашей целью, как основная цель нашего движения, нашей работы, это борьба за интересы рабочего класса. В данном счете построение государства, диктатуры, пролетариата в форме советской власти. и наша партия медленно, но верно двигается к этой цели, можно сказать. Конечно, есть еще и то направление, в котором нам нужно усилить свою работу. Несмотря на те успехи, которые мы достигли за этот период, в которых я сейчас скажу, но есть и серьезные недостатки в нашей работе, точнее сказать, не то чтобы недостатки, но новые задачи, которые нам предстоит выполнять. это увеличение численности рабочих, прежде всего, в наших рядах. Мы, как рабочая партия, должны работать в этом направлении. То есть, рабочий класс наиболее полно заинтересован в том, чтобы установить власть, да, от этого он получит больше всего выгоды. Но это, то есть, выгоды, да, ну, материальные выгоды. Вот. Для этого ему нужно бороться за свои интересы. Рабочему классу это нужно, в первую очередь. То есть, мы, как рабочая партия авангард, конечно, нам тоже это нужно, но мы партия рабочего класса, мы служим рабочему классу и сами являемся рабочими. То есть, задача всегда есть в том, чтобы рабочий класс осознал свою необходимость в создании партии рабочего класса. Наша партия становления находится. И у нас прекрасные интеллигенты, которые очень большую работу делают, очень помогают рабочему классу. Мне, как рабочему, очень приятно и важно находиться в этой партии, где служат настоящие верные интеллигенты, которые служат рабочему классу. Но нам нужно расширять ряды рабочих. И поэтому необходимо каждому рабочему на своих предприятиях, вот, поскольку диктатура пролетариата, это, как говорил Ленин, это власти рабочих, да, на крупных городских, фабрично-заводских предприятиях. То есть, нам необходимо создать ячейки. Ячейки на крупных заводах. Вот. И, потому что, ну, одному это очень тяжело. Я вот по себе знаю, насколько это трудно, вот, вести пропаганду, в коллективе одному. То есть, ну, не идет. Не идет. Я, наверное, нахожу понимание там, да, среди людей там, да, ну, каких-то действий уже у нас видим, что эта работа идет очень трудно. Вот. Поэтому это сделать необходимо, товарищи, вот, в ближайшее время. Потому что, ну, ситуация в мире это уже обостряется, противоречия, империализм обостряются. И времени, на самом деле, не так много, возможно. Ну, и никто не знает, как это все обернется, да, но рабочий класс не готов на сегодняшний день, вот, к осознанию, да, своей борьбы. И поэтому нам, как рабочей партии, вот, предстоит решить эту задачу. Приложить в этом направлении все усилия, чтобы привлечь как можно больше рабочих в наши ряды. на четный период наша партия показала себя, как боевая, сплоченная организация. Благодаря оперативной работе наших товарищей используются все средства пропаганды и весь научный потенциал, который мы располагаем. Нам удалось обеспечить связь с рабочим движением, освещая борьбу шахтеров на Донбассе, медиков, крановщики обращались к нам, машинисты, метро, метрострой, да. Благодаря огромным усилиям товарища Востовского и товарищей Витевский тоже и других. Рабочий класс Донбасса одержал победу в борьбе за выплаты за должности по зарплате. Это, надо сказать, огромное достижение на сегодняшний день. Была проведена огромная работа. Это, конечно, очень большая победа, поскольку Донбасс вообще это является сердце, сердце России, сердце рабочего класса и то, что люди и в группах, и поддерживают нас. То есть рабочий класс начинает видеть в нас какую-то силу, опору, большое заваливание, конечно, и подтягиваются люди и вступают в партию. То есть нас видят, видят опору. А действительно, ну так, другой партии на сегодняшний день нету. Партии, действительно, которая боролась бы за интересы рабочего класса. Так. Было проведено три научно-практические конференции. Ленин, Сталин, вождь строительства социализма в августе 19-го, Ленинский подход к развитию профсоюзов, октябрь 19-го года. Ленинское учение о диктатуре пролетариата и современности, август 20-го года. По материалам выпущены сборники. Также была выпущена брошюра по судьбе России и задачи рабочего класса. События активно освещались нашими средствами массовой информации. Большой вклад в освещение вышеперечисленных событий внес канал Фонда Рабочей Академии под руководством Тюлениева. Проведено три заседания РКР. В мероприятии активно участвуют все наши члены партии. Материалы распространяются в средствах массовой информации. Вместе с тем, что благодаря усилиям товарища Тимошенко, Татьяна, она не смогла приехать, был найден опубликован первый в России коррективный договор, в котором участвовал Сталин. и это тоже большое историческое событие, можно сказать, для рабочего класса иметь этот договор на руках. Так же у нас работают сайты. А, да, сейчас еще хотел сказать про красное радио. Тоже новый такой у нас появился канал. Благодаря товарищам Ганалаули и другим товарищам, которые очень активно там работают. то есть у нас такое мощное средство пропаганды, оружие оружие рабочего класса. Ну, товарищ, наверное, будет, может быть, товарищ Ганалаули. А, выступите, да? Да, да. Будет выступление, подробно расскажет об этом. Значит, выпускаются газеты. Активно и массово выпускаются газеты. Вышли газеты за рабочее дело. Вот, она сейчас выходит официально как народная правда. Ну, в общем, это газета за рабочее дело. И, в общем-то, ее надо отделить от народной правды. Вот, она выпускается под этим названием. Таких газет вышло 11 выпусков. Значит, общим тиражом 483 экземпляра. На родные... 483 тысячи, да. 483 тысячи, да. Экземпляров. Да. Экземпляров. Правда труда. Вышло 4 номера. По 50 тысяч. То есть, 50 тысяч всего. С материалами конференции. 10 тысяч шахтеры Донбасса. Газета Депо. 7 и 5 тысяч. Итого 72 тысячи экземпляров. Надо отметить, что в этот период газета за рабочее дело выпустила целевой. Один выпуск «Красный доктор» и четыре целевых выпуска газеты. У нас такое новшество. Ну, выпущены сборники, значит, по материалам конференции. Все три конференции были освещены сборниками, отражены, отражена их работа. Значит, все товарищи наши, все активно участвовали в выступления, готовили к выступлению, вот, принимали участие. Значит, по интернету, значит, у нас, получается, сайтов у нас. Значит, северокавказский сайт на сегодняшний день. Это, значит, посещаемость его от тысячи до двух с половиной тысяч человек. В общем-то, это немало. Сайт РПР МОЗ. В общем-то, там тоже большие показатели посещаемости. Сайт Балтийского отделения ФРА. Новый сайт товарищем Горшковым сделанный. Там около 600 посещений. Самый старый наш сайт – это фонд Рабочая Академия. Там около тысячи от тысячи до двух тысяч посещений в месяц. Новосибирский сайт. Около тысячи, тысячи пятьсот посещений в месяц. Ну, также у нас довольно-таки через контакт, в общем, мощная идет пропаганда. Значит, это на первом месте – это сайт РПР Донбасс. 9200. В связи с событиями последними, там, он увеличил свою численность на тысячу человек выросло. Значит, вторая по численности у нас – РПР, марксизм, ленинизм. Она выросла до 8344 человека. Группа Фонда Рабочая Академия – пять тысяч с небольшим человеком. РПР. Официальная группа – 2600 человек. Еще имеется 28, даже больше, там, их порядка 30 и выше, свыше уже 30, значит, групп различных, региональных групп. В общем, работа идет большая и массовая по всей стране. Надо сказать, что география нашего влияния, благодаря нашим товарищам в регионах, она очень обширна. Я не буду перечислять все названия этих сайтов, потому что времени очень мало. Работа ведется огромная. И это здорово, товарищи, что наша партия действительно растет численно и качественно. Что немаловажно, что численность не так уж и растет, но зато качество у нас на высоком уровне подготовки идеологической. Партийная учеба, да, проводится партийная учеба. Значит, работает университет рабочих корреспондентов, значит, красный университет, в который в этом году записалось около 500 человек, порядка 500 человек. Работают кружки науки и логики. Кружок по изучению капитала Маркса. Занятия выкладываются в интернете. Кроме того, проводятся занятия по восстановлению речи в красном радио. Ну, это, типа, занятие восстановлению, ну да, улучшению, так скажем, речи, да. Речи – это сама, ораторское искусство. Ну, большую работу проделывают московские, московское отделение. Вот, там вот тоже выпускаются ролики, но здесь говорили об этом много. Да, надо сказать, товарищи, что усиливается, как противоречие в обществе, да, усиливается классовая борьба в обществе. Также она и отражается на борьбу нашей партии, которая имела место быть. Значит, и вот в Самаре произошло у нас такой инцидент, что основополагающий принцип, значит, диктатуры, да, рабочего класса, голосование, да, большинства рабочих подвергается нападкам. Вот. И эта борьба идет повсеместно. Мы видим это и в московском отделении. Благодаря товарищам из Москвы, сознательным товарищам, эта борьба была успешно выиграна. То есть рабочий класс отстоял свое право, это самое, свое зловенство, да, в нашей партии. И эта борьба происходит повсюду, мы видим, и в Белоруссии. В Белоруссии тоже наша позиция была твердая, но, тем не менее, некоторые товарищи выступили, в общем-то, в поддержку империализма американского фашизма. Да, да, да. Так что, товарищ, надо быть на чеку, понимаем, что это происходит здесь, рядом с нами, бок о бок, мы друг с другом идем в этом пути, но эта борьба никогда не прекращается. И, в общем, она, надеюсь, и дальше будет победоносной, как и до сих пор. Вот, и, благодаря нижегородским товарищам тоже объединили, значит, самару и... Как там еще? Включили рабочих. Рабочих. Рабочих, да. Самары в состав Нижегородской. Нижегородской, да. Да, а еще город я забыл. Пенза, да? Пенза, да? Пенза. Вот. В общем, товарищи, ладно, не буду я, это самое, много времени... Вроде основное я сказал, может быть, кто-то еще выступление от меня дополнит. Вопрос? Вопросы. Да? Нет, попозже немножко. Все, да. Иio. Да. Вопросы. Ой, как labels? Вопросы? Я видел им. Вопросы. Комп拿ться Вопросы.